итак друзья всем привет мы продолжаем видео уроки по 3gs и в данном видео уроке будет уже достаточно трудная тема ребята поэтому давайте напрягайте вот эти штуки как бы так сказать мы будем строить из png файлика карту планеты да да и сейчас я вам ее покажу вот таким вот образом будет выглядеть то что мы сделаем здесь достаточно трудно трудно поэтому приготовьтесь и готовьтесь ребят значит что что вообще здесь происходит у нас есть есть у нас на такой файлик так медиа мэп пинджи как видите это простой обычный обычный такой файличек сейчас я наверно открою в другом другой программ очки чтобы было видно четко вот это как видите вообще маленький такой файличек размером даже 14 8 килобайт вот это собственно карта планеты но в чем же прикол прикол в том что это карта планета она плоская как вы видите она просто 2d воды и как бы мы это должны это все ложить на сферу на сферу а это достаточно проблематично и как видите здесь достаточно четкие линии то есть есть конечно некоторые там точечки которые как бы ну немножко не там но тем не менее как бы сама карта планета она достаточно узнаваемая так скажем и ну в принципе в принципе она красивая то есть здесь нет каких-то откровенных глюков там или каких-то недостатков она узнаваемая красивая и в принципе ее наверное можно использовать на проде так ну что ж как обычно в принципе я буду пояснять код а вы учиться выучиться чтобы не тратить ни вашего не свое время приступим к выяснению что же счет побери здесь происходит прежде всего вам необходимо понять что что такое вообще рисование вот этих точек каким образом оно происходит из этого файлика в общем то есть такая техника посмотрела юрчик юрочки юрки юра привет спасибо что то есть благодарю тебя тебе в общем то есть такой у нас у нас у нас у нас кодик здесь я создаю просто ну такой объект сейчас сделала побольше чуть-чуть здесь я создаю объект и и это с этим объектом уже ну взаимодействую то есть чтобы не создавать каждый раз конст вар рулет просто создаете раз объекта уже в него там напихивая всякую кучу информации значит здесь естественно потом я выложу кодекс со всеми пояснениями с детальными поэтому думаю у вас ну если возникнут вопрос это уже конечно там касательно таких там трудных вещей как позиционирование этих точек разные функции внутренней 3g с но это уже это уже будет позже поэтому сейчас сейчас на данный момент вам необходимо понять что чтобы взять чтобы взять вот этот просто png файлик и сделать из него вот это не это вот это закройте пожалуйста так не это вот это нам необходимо необходимо проделать следующее необходимо взять взять этот файлик импортануть его в html документ создать из него канвас еще дополнительный канвас кроме того что уже есть на сцене ну если вы понимаете о чем я то есть вот это вот все что вы сейчас видите это естественно канвас то есть холст в переводе на наш язык но кроме этого чего ты мигаешь так но кроме этого канваса нам еще нужен один к вас будет с размером триста шестьдесят на сто восемьдесят но в принципе наверное это нет это чуть меньше но наверное если его уменьшить триста шестьдесят вот как раз получится то есть его немножко уменьшаю чтобы чтобы ну в принципе мне не надо его оригинальный размер как бы вот этого размера он в принципе подходит для того чтобы рисовать саму карту планеты и с чем мы будем иметь дело мы создаем канвас обычный 2d шный канвас которому мы как бы присваиваем этот этот рисунок то есть мы строим канвас внутри html документа которому мы этот же рисунок как бы отдаем с королевым и по сути этот канвас это и есть данный рисунок и сейчас возможно позиция на церкви тинокс минус 9 то как видите здесь идет уже просто стилевое позиционирование тут ничего такого нет это просто обычный кисэс чтобы его показать сейчас вам я я вот это вот вот это вот наверное хотя в принципе его могу просто не уничтожать а здесь код не менять так он вот здравый меч пакцами форума он остается или или я его уничтожаю вот в чем вопрос римов вот у меня получается тэдэнс 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 наверное зачем это было дело чем так сейчас он трендерит у меня страничку и что же тут у нас есть вот он получается если я не уничтожаю этот объект то он находится на сцене и как видите это тот же самый прозрачный канвас и сейчас его попробую чуть сдвинуть транс форм translate x 10 рэм рэм спасибо да что ж такое рэм и как видите он просто прозрачный канвас то есть что мы сделали мы взяли из этой пнж шки мы взяли из этой пнж шки ну как юра как бы делал я скопировал код почти полностью у него там просто что немножко адаптировал под себя и вывел это в html документ как видите теперь у нас два канваса один это который рисует планету а второй это который рисует карту ну как бы точки те точки которые есть в пнж файле и по сути теперь каждый пиксел каждый пиксел этого канваса вот это вот канваса который мы уже нарисовали ну и как бы импортанули из пнж шки является для нас полезным для нас полезным потому что мы можем каждый этот пиксел обрабатывать и брать оттуда точки для рисования вот этой вот нашей карты то есть которая нам нужна объемной карты так и сейчас я верну код обратно чтобы его убрать ну это как бы канвас наверное он убирается и remove это же чего такого что тебе надо старче старче наверное так работай работает что дальше что дальше что дальше что дальше что дальше чтобы вы не скучали ребят потому что информация достаточно трудно и ее как бы тоже не очень легко объяснять получается что у нас уже есть у нас есть понятие того каким образом мы строим все вот эти вот точечки которые сейчас вы видите на экране каким образом мы берем импортируем точки из этого пнж файлика в html его сюда засовываем с помощью этого кода позиционируем его чтобы его не было видно ну убираем просто с видимой области потому что ну в какой-то момент это может быть заметно ну так как это происходит очень быстро то это не заметно на всякий случай это просто убрано то есть стилями просто убран этот канвас с глаз значит здесь меч сёрс у нас ну путь как бы к этой картинке вот медиа map png это он теперь во время того как эта картинка загрузится то есть она же весит там 14 8 килобайт но вдруг у человека слабый интернет мы ожидаем пока она полностью отрисуется то есть все байтики картиночки придут клиенту в браузер ну клиенту в смысле пользователю далее мы с помощью обычного канваса рисуем ну контекст вот этот вот да у нас get context 2d то есть это обычный канвас мы в него впихиваем эту эту картиночку пнж то есть по сути мы взяли пнж сервера запихнули ее на канвас который у нас в браузере и теперь мы берем из него то нужные лишь лишь только нужные нам точки потому что смотрите если мы возьмем вот эту вот всю колбасу которую здесь есть ну то есть вот прям не будем никак фильтровать массив этих точек то получается ну они они слипнутся и не будет не будет вот этого вот расстояния такого красивого как бы расстояния потому что когда когда просто допустим будет карта будет карта ну вот такая вот сплошной сплошной заливкой во-первых ну это не так будет красиво анимироваться когда будет этот бум происходить из первого видео если вы не смотрели то обязательно посмотрите вот этот бум будет происходить и карта ну она будет совершенно по-другому смотреться не так красиво как когда анимируются эти точки дальше что происходит у нас здесь ну у меня в коде есть некоторые импакции импакции эти я потом оставлю ссылочку на код пен и на чудака который это все сделал потому что вот именно с этими с анимацией с анимацией бум вот этих вот ну давайте я наверное запущу код потому что может быть вы не захотите смотреть первое видео хотя я тогда вообще не буду еще снимать понятно так она скетч я шучу конечно скетч и здесь скетч в скобочках 142 и давай 97 3 3 7 7 как видите здесь идет некоторая такая анимация именно этих точек а именно происходит бум такой бум мало того что летают линии но линии это потом но вот как видите они такие как плавают немножко бум такой взрываются из тех мест которые естественно нам нужны которые я заранее предопределил вот допустим здесь 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 бум происходит и вы видите такой рандомники происходит поэтому это все кажется грандиозно ну по крайней мере мне не знаю как вам опять же мы всем этим можем управлять на какое расстояние посылать этот бум какой высоты он будет какой цвет ну и так далее конечно это все можно дальше дальше как сказать делать красивее но на данный момент это и так выглядит достойно я думаю поэтому продолжим изучение дальше ну не надо так делать вот у нас есть некоторый импакт сети куда мы запихиваем вот эти вот все вот эти вот все точечки здесь у нас идет некоторый массив в который пушатся добавляются позиции для того чтобы дальше шейдером это все анимировать но на данный момент мы это пока пропускаем потому что по поводу шейдеров это уже будет чуть чуть попозже не знаю в следующем уроке или через несколько уроков но на данный момент нам нужно разобраться как бы самой картой планеты и карта планеты у нас рисуется именно вот этим вот напомните мне циклом так напомните мне напомнили спасибо здесь происходит дичайшая дичь что мы здесь делаем у нас есть некоторые некоторые точки дата 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 то есть мы сначала нарисовали картинку из тех точек которые пришли из png файла затем мы эти точки берем почему так делаем потому что ну нам как-то нужно конвертануть точки которые находятся в пнж в точки которые браузер будет правил понимать как бы и взаимодействовать с ними поэтому происходит вот такая вот костыляндия мы берем object data это значит ну как бы переменная такая которая принимает в себя все точки которые есть как бы в png файле но берет она их из канваса который мы нарисовали вручную с помощью ну смысле не вручную естественно вручную в плане кода написали код который нарисовал канвас в html из html канваса мы берем точки и получается вот эти вот все точки уже на данный момент хранятся вот как видите как же каждый этот пиксел он хранится в браузере браузере он хранится этот код мы пока пропускаем потому что это уже для анимации на шейдеров sky а вот этот код он именно нам создает дальнейшую карту планет каким образом здесь есть несколько циклов уложены друг друга каждый из этих циклов проходит по объект в объект в это у нас ну 360 на 180 получается размер картинки y пока y меньше размера картинки то есть получается 360 на 180 пикселов пикселов у нас есть в том канвасе который мы нарисовали вот в этом вот нет вот 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 в этом вот в этом в этом канвасе который мы нарисовали он именно вот такого вот размера 360 на 180 сейчас я опять вам его покажу и мы в этом увидимся и говорил что тема достаточно трудно поэтому как бы объяснить тоже тяжело так раз чтобы вы поняли поэтому я вот так вот немножко рассусолива может для кого-то это покажется прям слишком рассусолим но я рассусолива для того чтобы максимально большое количество людей поняла то что я говорю потому что тема достаточно трудно вот этот канвас который есть сейчас как вы видите его мы берем из него точечки мы берем из него точечки и проходимся по каждой этой точечки но делаем мы это пока y у нас не закончится а y у нас закончится когда мы пройдемся по всем по всем точкам которые мы получили из канваса который мы нарисовали но опять же из вот этой вот хрени мы берем массив точек проходимся по нему но при этом как видите здесь вот идет некоторая магия умножение там какие-то куда-то что-то там прибавление почему так происходит потому что если мы не будем а вот здесь каким-то образом убирать каким-то образом убирать вот эти точки то не слипнуться сейчас я вам это покажу то есть я убрал вот это 4 умножить на 4 и прибавить 3 и сейчас по идее здесь будет дичайшая дичь как видите здесь происходит дичайшая дичь потому что мы нарушили вообще все как бы сама карта планета она достаточно трудный элемент но даже не только для нас трудный но трудный и для понимания как бы самим в джейлям и понимание его самим программистом который это все делает потому что здесь происходит некоторые некоторые ну как бы некоторые расчеты которые сейчас я это все верну которые должны учитывать несколько моментов во-первых это размер самого канваса во-вторых размер самой картинки в третьих размер того объекта куда мы это все помещаем в итоге и эти все моменты должны быть нами учтены допустим я попробую здесь умножить на 3 все получится так чисто чтобы вы понимали разницу видите получается здесь как бы ну все крашится подбирается это все только путем тыканье в небо значит меняя данный параметр мы можем регулировать высоту там расположение как бы самой карты планет то есть либо она больше к северу либо больше к югу будет но в остальном здесь происходит магия которую трудно объяснить если честно то есть но в принципе это массив массив мы наполняем определенными точками а там уже как его наполните решают ну скажем сам программист дальше вот это вот дичь которая здесь происходит это я посмотрел где-то код я наверное его найду и выложу ссылочку здесь получается что мы берем точки на мы же берем их из 2d то есть они являются плоскими для того чтобы нам уместить их на сферу необходимы некоторые вспомогательные функции 3gs значит этот код я могу объяснить следующим образом он нам помогает расположить объекты таким образом чтобы они лежали собственно как на карте планеты собственно этот шейдер и отвечает за анимацию бум вот это вот бум но также как видите здесь есть несколько шейдеров то есть один вертекс шейдер а второй фрагмент шейдер это что значит но я думаю вы знаете да так немножко поверхностно пройдусь поэтому вертекс шейдер это шейдер который отвечает как бы за позиционирование фрагмент шейдер отвечает за цвет то есть смотрите друзья если не использовать вот этот вот фрагмент шейдер который здесь написано и допустим сделать точечки эти кругляшки просто обычным цветом залить как вот я здесь поменял здесь поменял здесь я у меня было просто 3 циркл из вот это вот стояла а я просто создал new new basic материал короче мы же basic материал и и вот это вот штучку добыл но можно допустим вот так сделать смотрите раз два как было то есть как было было вот так было вот так как видите они кругленькие то есть это работает шейдер именно шейдер обрезает наш плейн из чего они состоят эти кружочки давайте с этого начнем у нас есть некоторая геометрия plane буфер геометрия мы проходимся по новому объекту который мы который мы и создали ранее где мы его создали давайте посмотрим вот здесь то есть вот этими штучками которые я вам объяснил рекурсивным этим способом мы из bng файла импортировали как бы все точки которые нам нужны для того чтобы создать потом эти кругляшки на на карте планеты в общем эти кружки мы немножко разряжаем здесь чтобы они не слепались и дальше этот объект мы используем для того чтобы создать некоторые ну другие объекты то есть у нас есть некоторый массив точек из этого массива точек мы создали создать некоторые маленькие объектики которые в итоге станут вот этими вот кругляшками каким образом мы это делаем мы берем план буфер геометрии именно буфер геометрии запомните буфер геометрии то значит там вся информация как бы обрабатывается на видеокарте создаем мы их с минимальным размером вот таким маленьким маленьким чтобы естественно меньше слепались здесь мы берем три мазутил с дектора ты вот этого конечно мазутился так короче получается математические некоторые функции которые позволяют позиционировать именно вот эти вот plane буфер геометрии которые мы создали то есть из массива этих точек то есть допустим у нас есть представьте вот одна точечка да вот это вот например вот этого . если мы как бы не применим к ней некоторую математику то соответственно будет колупаться там где-то в пространстве 3g сцены но нам уже необходимо ее расположить именно относительно ну ее центра относительно чтобы он смотрел именно в центр планеты чтобы соответственно создавалась некоторая иллюзия некоторые плоскости поэтому нам необходимо применить вот эту математику мазутил с дектора тейт е 0 и плюс лонг фурш что это маски ну в общем вот эти вот константы некоторые у нас здесь записаны заранее дальше из 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 вот хефа ну в общем вот это вот мы сделали теперь дектора тейт е 1 получается здесь тут 22 хелпера у нас создается один нам помогает создавать light ну то есть параллели а другой нам помогает создавать меридианы сейчас попытаюсь посмотреть что здесь произойдет если я сделаю меньше как бы немножко непонятно что здесь поменялось так префлат x дальше мы опять же проходимся по этому массивчику и извлекаем из него данные то есть массив который мы раньше создали еще раз напоминаю это массив именно точек из png файла который мы сформировали но уже из канваса как бы дальше мы обдейт вот мать мэтрикс для того чтобы но этот как бы сам сама вот это одна точечка одна эта точечка . стала на место обновляем как бы матрицу мира мировую матрицу это так называется в 3gc опять же документация 3g s docs смотрим что здесь происходит класса есть ничего нет а здесь вообще нет информации поводит дэйт ватт x ну вот в общем теперь вы знаете что это такое дальше киевометрия play matrix for посмотрим что это за дичь тоже такого нет чудесно откуда это все я взял места play matrix for 3g s docs matrix 4 здесь здесь передаются уже какие-то матрицы origin helper matrix world но опять же здесь это все происходит для того чтобы правильно спозиционировать вот эти кругляшки если я сейчас уберу это то наверное будет будет там полная дичь как видите они вообще не появились потому что не была обновлена мировая матрица и если я допустим уберу вот это то опять же наверное ничего не будет видите тоже она не появляется получается вот эти две функции которые должны идти вместе 1 1 обновляет мировую матрицу а вторая ее применяет для конкретного я так понимаю объекта здесь геометрии сайт атрибут центр и new флот это идет уже для шейдера поэтому в данном уроке нам это не надо пока и геометрис push геометрии соответственно мы в массив геометрии с добавляем вот этот вот маленький плей нас есть png файл из него мы формируем канвас из канваса мы берем точки точки все мы берем калиска нас каким-то образом мы их прорежаем то есть помощью вложенных циклов нескольких мы их прорежаем чтобы когда мы сформировали точки на планете они не слепались то есть не формировали некты некоторый такой непонятный контур а именно находились ну как бы на расстоянии друг от друга не так как здесь допустим от пиксел к пикселу лежит дальше мы проходимся по этому массиву и формируем некоторый объект под названием play play буфер геометрии определенного маленького такого вот размерчик а то есть смотрите если я сейчас увеличу его всем допустим соответственно он увеличится на сцене и будет немножко прямоугольнички вот они такие пум пум будут этот плей мы с помощью шейдера вот этого вот именно фрагмента фрагментарного шейдера как бы делаем кругляшком делаем кругляшком и все диффуз колор здесь мы добавляем некоторый цвет который как бы позволяет обрезать обрезать ну короче тупо бордер радиус по сути делаем но с помощью шейдера я думаю вы поняли насчет чего и дальше про влад ну это короче предыдущий лантитут который нужен для того чтобы спозиционировать правильно по карте планеты это все и вот самое интересное значит вот для этого кода нам необходимо верху вернее вам добавить вот этот вот код ну именно если вы делаете с помощью канвас скетча то желательно добавить его вот таким вот образом тадынсь тадынсь туда-сюда для чего это нужно это нужно для того чтобы не положить видеокарту для того чтобы хотя бы хотя бы ну многих так скажем устройствах современных это все не тупи логика что здесь происходит вот этот вот каждый каждая точечка вот этому кружочек да это на самом деле как мы знаем квадратик который мы создали plane буфер геометрии именно буфер геометрии как видите вот не просто plane дальше мы из этих плейнов создали некий некоторую абстракцию под названием карта планеты но так как у нас допустим здесь идем по коду у нас получается есть некоторые некоторые просто массив мы еще ничего никуда не добавляли мы этот массив берем и объединяем то есть мы ржем ну соединяем все геометрии которые относятся ну как бы к тому массиву которые мы создали то есть мы создали массив вот этих точечек и вот этой вот этой вот штучкой объединяем все их геометрии по сути в одну фигуру которую я здесь назвал геометрии цирклос и применяем к ней вот этот вот материал так не утримой быть материал да вот получается здесь я тоже тестил и получается но как я уже вам показывал ранее можно сделать таким вот образом по идее сейчас они будут просто белого цвета и это будут не кружочки а квадратики соответственно если мы не будем применять вот этот шейдер именно фрагментарный шейдер обрезали как бы делая борта радиусами из квадратика мы делаем кругляшок у меня не очень получилось ну приблизительно вы поняли да вот эти вот кусочком кода теперь я верну все на место мышь материал цирклос короче это материал который я создаю здесь почему-то не перещелкиваешь чуть чуть раньше и это по сути у меня как бы сам шейдер в шейдере здесь задается позиционирование цвет который я уже ранее говорил обрезается этот борта радиус и соответственно для каждого для каждого именно кружочка на данный момент квадратика применяется этот шейдер который его обрезает там так далее и все дальше мы добавляем это все на сцену мышь цирклоскейл ночь цирклоскейл а и я чуть-чуть все это увеличиваем смотрите получается мне нужно чтобы эти все точечки они были чуть чуть выше то есть получается но у меня есть уже сфера вот это вот который ну из первого видео урока по планете есть сфера синяя вот она вот это вот синяя синяя вот это вот штучка синяя и над ней я располагаю чуть-чуть увеличивая чуть-чуть увеличивая буквально там на доли как бы ну можно сказать миллиметра ну как как я говорил ранее в 3gs но смысле в обе или нет его понятие как размер здесь просто есть относительно какая-то размерность вот один чего-то и вот этот день чего-то и увеличиваем на одну целую пятьдесят одну тысячную и соответственно так какие-то увеличивая ноги сейчас я могу допустим закомментировать этот коды вы посмотрите что она как быть наверное либо перестанет быть видно либо до перестала быть видно все либо будет с какими-то багами но так как короче первый вариант получился в общем то что подведем итоги друзья чем мы сделали в этом видео уроке мы научились с вами с помощью вот этих магических всяких штук брать png файлик в принципе то каким образом вообще все это я нашел во первых я оставлю конечно ссылочки более подробно распишу это в девочки которая будет на моем сайте каким образом я все это нашел я нагуглил некоторую планету которую рисовал или женщина или какой-то мужчина я не знаю точно и это все было вывалено ну на каком-то сайте киджи это все было выгляну естественно также я посмотрел код у юры то есть там там по-своему как-то импортировались из джейсон файлика по моему все эти точечки мне нужно было чтобы это все импортировалась из png файлика то есть опять же не забываем что здесь у меня как видите нет антарктиды если что но если вам она нужна то соответственно вам нужно будет найти карту планеты с антарктиды вот типа такого уменьшить ее дам оптимального размера и уже каким-то образом чудесным там применить ее по сути по сути мы можем взять в принципе любой это png файлик и сформировать из него ну давайте чисто для теста для теста мы сделаем это сейчас в смысле я сделаю это сейчас как бы я просто еще то говорю поймем поймем тире ты и посмотрим ради прикола чисто что будет получается как видите из вот этого файлика который ну собственно вот он да в нормальном как бы размере как бы здесь сейчас я могу вам как бы продемонстрировать собственно что происходит более понятно наверное то есть у нас есть некоторая карта планеты а это а это у нас вот эта елочка но так как блин здесь белый фон никакого не поменяешь она плохо видно в общем вот эта елочка мы сейчас ее берем все точечки которые у нее есть прорежаем их немножко проезжаем и по сути добавляем добавляем естественно мы не все точечки которые ну идут вот как бы она же получается здесь нет этих кругляшков всякие дать но мы берем каждый пиксел это его как бы допустим берем допустим ну как сказать сказать но берем допустим первый пиксел отсюда вот этот первый допустим пиксел потом берем четвертый пиксела потом берем восьмой пиксел и так далее ты интер Hide not как бы идем по вот этой гребеночки Которая здесь видна И поэтому у нас вот эти точечки Они не слепаются друг с другом Берем мы все это С помощью вот этого цикла Как бы вложенного друг друга Вот этого вот цикла Все эти точки мы сначала взяли Потом определенный Хелпер мы здесь создали Но здесь идет какая-то магия необъяснимая Поэтому мне трудно это комментировать Если честно Потом с помощью шейдера Мы взяли эти точки, обрезали Сделали их кругленькими С помощью именно вот этого фрагментарного шейдера Сейчас я вам покажу Дальше Применили к нему USUV Ну UV это такая штучка Потом мы прошлись По этому массиву, который мы сформировали Уже прореженных точек И из этих всех точек Мы наложили как бы Не просто наложили картинку Вот эту картинку на саму планету А мы наложили именно уже Как бы отдельные То есть каждый кружочек Это отдельная 3GS Ну как бы WebGL фигурка То есть plane Плейн То есть как вы помните Это просто лист как бы Это просто листик Который мы с помощью шейдера закруглили И получается вот эти вот все plane Там их ну миллион штук допустим Ну например Миллион я не знаю сколько их на самом деле Тут Ну можно это все посчитать Они сейчас и составляют Как бы вот нашу карту планеты То есть у нас карта планеты В виде елочки Естественно я сейчас это все Променяю обратно И у нас будет нормальная карта планеты Каким-то образом чудесным Можно еще более Более Ну как бы разрядить Вот допустим здесь Просчитать это все Опять же ну Не добавлять определенные точки Которые сильно близко находятся Но это уже просто Ну хоть чрезвычайно трудно Понять как это вообще все сделать Хорошо хоть это получилось Если честно Вот Дальше Что мы делаем Мы добавляем К каждому вот этому plane Вот этому plane Мы добавляем определенные Штучки для того чтобы Ну во первых Обновляем матрицу Чтобы они определенным образом Стали То есть стали именно так Как нам надо На поверхности Как бы планеты расположились Дальше мы Ну здесь добавляется в коде Ему определенный центр Для того чтобы Потом это все заанимировать В шейдере Но на данный момент Это не надо И дальше мы в массив Геометрис Пушим эту геометрию Именно один как бы Смотрите получается Один вот этот вот plane Ну который здесь кругляшком Мы пушим Добавляем в массив Геометрис Дальше из этого массива Геометрис Мы создаем Вернее Каждый этот элемент Который находится в нем Мы берем И делаем из нее Из каждого этого отдельного элемента Делаем один всего элемент И добавляем его на сцену Все по сути Применяя опять же Ну определенный материал Увеличиваю я в размере Для того чтобы Вот эти точечки Они как бы стали Немножко Над той сферой Которая синяя И на данный момент Сколько 50 минут Учитывая там еще Ну где-то 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 45 Там 40 минут Ну в общем Ребят Я думаю Объяснил я Более-менее понятно Если что Вы можете Либо написать в комментариях Либо там Найти мой Мой имейл На На канале Ютубчика И спросить Что вам Непонятно Я всегда рад Ответить Вам По имейлу Вот Если что Ну так вроде бы Вроде бы на данный момент Я думаю Все Значит этот код Просто убирает Убирает Элементы С Ну два элемента Получается Один это Канвас То есть из HTML Мы вырезаем Канвас И вырезаем Стили Чтобы просто Они там не были Что будет дальше Дальше Будет Наверное Либо шейдеры Либо же Мешлайны Опять же Рисование линии Это отдельная тема В 3GS Ну и наверное В VGL Тоже это тяжело сделать Поэтому Увидимся В следующем Уроке Пока Субтитры сделал DimaTorzok